Видите, очень важная тема. Это, думаю, почему у меня так плохо всё в жизни? А чем мы занимаемся? Чем мы целый день занимаемся? Мы целыми днями только и пытаемся зарабатывать себе на жизнь, не копить деньги, как-то устроиться в этой жизни. Сколько мы уделяем отношений, времени на отношения с совестью, на с той силой отношений, которая и побеждает? Особенно в тех ситуациях, когда по-другому ничего не получается. Вот человек ушёл из жизни, что будете делать? Вы ему помогли? Нет? Одна. Так вы 18 лет одна и не понимаете, что вы 18 лет не одна. Когда человек уходит из жизни, надо за него молиться, надо со святым человеком контактировать, мысленно кланяться, думать о чистоте его. Когда вспомнил, почувствовал чистоту святого человека. Дальше уже вспоминает своего родственника. И постепенно образ. Сначала вы поймёте, что вы с ним связаны. Первое, что произойдёт, получите знание. Сначала получите по поводу своего родственника чувство, что всё хорошо. У вас даже этого чувства нет. Это значит, что вы для него ничего не делали вообще. Слушайте дальше. Сначала не ругайтесь, слушайте. Сначала вы почувствуете, что у него всё хорошо. Это не без вашей пользы, вины будет. Всё хорошо. Потом дальше вы почувствуете, что не просто всё хорошо, а всё так и должно было быть. И это нормально, как вы это почувствуете дальше. Следующее чувство, которое вы почувствуете, вы почувствуете знание об этом человеке. Почувствуете, как с ним отношения строить дальше. Знание вам Бог даст, как отношения строить в этой ситуации. И следующее, что вы почувствуете, что вы помогли ему в своей жизни. Вот в это время, даже когда он ушёл, вы ему в это время помогли. Видите, я просто вам об этом рассказал, и вам уже легче стало. Вы уже не думаете о том, что... Это нормально. Но я сейчас, вы с вами о чём говорите сейчас, в отношениях с вашим мужем. Я пытаюсь вскрыть эти проблемы, показать вам, как надо решать. То есть идея в чём заключается? В том, что нет поражения в этой жизни, есть отсутствие знания. Эта жизнь, она направляет нас не туда, она вот так вот вся, понимаете? Все люди вот так, бурьбой всей, они идут, как это в этом анекдоте прежнем читает, «Народ и партия идут на говно». Народ и партия идут на... Или страничку. На говно в гув. На говно в гув. Понимаете, то есть, в этот мир так устроен, что люди в большинстве своём, они в забвении живут. То есть они живут не тем, что радость приносит настоящую, вы дадим в этот... Ну, это всё надо, это всё надо. Нужно зарабатывать. Без этого не проживешь, правильно? То есть можешь в голове умереть или жить в нищете. Это всё нужно. Но я сейчас не об этом говорю. Я сейчас говорю о том, что когда человек хотя бы чуть-чуть времени уделяет на то, что является главным в его жизни, то все остальные события, они начинают по-другому строиться. Потому что такой человек в жизни обретает удачу. Удача означает, что у него всё получается в жизни. Понимаете, о чём я говорю? Удачей он становится. И все его мирские вот эти проблемы, они решаются легко с помощью этого знания. Как? Знание о чём? О чём знание? О том, что есть чистота человеческая, она имеет Божественную природу. С Богом можно сконтактировать только через святость. И когда ты с этой святостью общаешься в своём сердце, что происходит дальше? Победа происходит. Победа. Победа происходит. Потому что должно происходить какое-то событие. Каждый раз оно почему-то не происходит. Почему не происходит? Потому что нет силы. Почему нет сил? Ни кем занимаемся. Смотрите. Простой закон. Печень болит, в чём мы лечим? Печень. А почему она болит? Потому что человек перегревается. У него просто... Он острое ест. Или он много ругается. Или много работал. Перегревается. Перегрева печени страдает. Надо охладить мотор. Надо или кушать менее горячую пищу. То есть горячая означает мазеленистая, острая там и так далее. Или надо перестать гневаться, простить. Печень легче станет. Или нужно просто переехать в другой климат жить. Допустим. Но как это понять? Вот то, что я сказал, я уже выводы сделал. Но как понять, как вылечить печень? Мы же таблетки пьём. И она не вылечивается, потому что она перегревается, потому что что-то другое не так происходит. Почему я замуж не выхожу? Хочу замуж, хочу замуж, хочу замуж. Но что-то другое, значит, не так происходит, потому что ты не получаешь этого результата. А что другое не так? Я вам объясняю. Не туда направленность. Хочу замуж. Можно хотеть всю жизнь и не выйти замуж, потому что надо отвлечься от этой идеи. И надо свои отношения со святостью начать устанавливать. И эти отношения, что дадут первое успокоение? Девушка успокаивается, ей надо замуж, сейчас уже. Но она не может, потому что судьба не даёт. Она начинает молитву в своей отношении со святостью. Первое, что происходит, она успокаивается. Когда она успокаивается, у неё щёчки уже не бледные становятся, а румяные. Сначала красивые. Девушка красава, длинная коса, да? Щёчки становятся красивыми. Почему? Потому что она спокойная становится, а не такая. Несчастная, что замуж не будет. Второе, знаете, что происходит? Она начинает чувствовать, что выйдет скоро замуж. Начинает чувствовать влияние Божественной силы. Третье, что происходит? Она понимает, как надо себя вести, чтобы замуж выйдет. Потому что, естественно, как же девушки себя ведут, чтобы замуж быть? Как они соестественны? Они рисуются, так? Улыбаются, перед силой будет. Какой результат? Кто привлекается ими? Те, кто замуж не длит. А что они хотят такой девушки? Секса просто, и потом... Капину не жди, твой бочек. Не ставь дырки. Лепёсик-то, они не знали. Следующая стадия. Следующая стадия какая? Знание приходит, как нации вести, как что-то. И кто, за кого я замуж выйду. Следующая, четвёртая стадия какая? Сила, женская сила появляется. Когда появляется женская сила, то в ряд выстраиваются женихи. и она смотрит, думает, да, не подходит. А не посмотрит. Это подумает. И так далее. Понятно? Система. События, которые происходят, они просто указывают на то, как мы живём. Если мы живём неправильно, значит, события будут разрушать нашу жизнь. А если мы живём правильно, значит, события будут помогать нам жить. Таким образом, Бог через события общается с нами. Поэтому события всего лишь признак того, что мы что-то не так делаем. Они в трёх думают, что события — это и есть моя жизнь. Нет, моя жизнь протекает в сердце. Здесь говорится о жизни в сердце, а не жизни в супермаркете. Жизнь в супермаркете — это результат жизни в сердце. И особенно об этом не надо думать. Сколько положено, столько и будет. Какие проблемы? И это хорошо же, а не плохо. Потому что больше всего положено до того, что внутри должно быть, по идее. Потому что там-то бесконечно много положено нам. А мы об этом совсем не думаем. Давайте погрузимся в буддийскую мудрость. Сейчас мы с вами немножко в христианстве поговорили, потом чуть-чуть в среде писателей. и сейчас из буддийских священных писателей писать. Зачем мы так все делаем? Я сейчас объясню, почему так. Потому что согласно представлениям той философии духовной, которую я исповедую, а также представлениями Льва Толстого и многих других близких моему сердцу людей. Разумный, образованный человек понимает, что высшая истина и Господь проявляется во многих религиях по-разному, для разных людей с целью вести всех своих путем. Некоторые люди думают, что только в их вере Бог может быть проявлен. Эти люди, они малообразованы. Малообразованы. Они видели святости в других верах. Надо немножко раскрыть глаза и попытаться это изучить. И они тогда увидят, что Бог проявляется в разных традициях духовных, по-разному. И все это разные пути одной дороги. Илья Толстой был таким человеком образованным. Он это понимал очень многое поиск. И на самом деле духовно развитые люди во всех духовных традициях это понимают. Я имел счастье общаться с такими. Они понимают, что есть Бог в разных. И это чудо, что люди, имея очень сильно направленность в своей вере и имея общение с такими людьми, которые фанатеют. Фанатить означает начинающие верующие. Не развитые люди. Тем не менее, они знают, что Бог есть и в других верах. И они радуются этому. Это значит, что они понимают Бога. Потому что Бог, Он не такой уж губой, чтобы сделать только один какой-то путь. А все остальные быстро не будут дать. Итак, давайте буддийскую будусть послушать. предотвечаем. Наша жизнь — следствие наших мыслей. Каких мыслей? Прошлых и настоящих. Чаще всего прошлых. Потому что настоящие возникают от прошлых. Допустим, если меня сегодня понесло куда-то, значит, это результат прошлых мыслей, которые влияют на меня сейчас. А куда меня может понести? А куда угодно? неожиданно все происходит. Мысли рождаются где в голове? В сердце. Там, так вот, близко, мудрость пишет. Они рождаются в нашем сердце. Наша жизнь и наши мысли рождают в сердце. она рождается в сердце жизни и зависит от наших мыслей. Смотрите, теперь внимательно слушайте. Если человек говорит или действует со злой мыслью, страдание неостудно следует за ним, как колесо запятой вала, влекущего по воску. Теперь осталось разобраться, что такое злая мысль, потому что ни один человек не считает, что он действует со злой мыслью. Все считают, что они действуют с доброй мыслью. Но одни любви страдуются, другие страдают в жизни. Все живут по-разному. Дальше смотрите, опять так же фраза начинается, потому что самая важная мысль подчеркивается много же раз. Наша жизнь в следствии наших мыслей. Она рождается в нашем сердце. Она творится нашей мысли. Видите, до этого было, она исходит из наших мыслей. Теперь она творится нашей мысли. Теперь уже говорится о разуме человека. Не о судьбе, потому что мысли возникают, ой, хочу замуж. Это что такое? Ну, я не карму. Пришло время, хочется замуж. Теперь она творится нашей мыслью. Как в жизни творится мыслью? Если человек говорит и действует с доброй мыслью, радость следует за ним, как тень, никогда не покидаю его. Что такое добрая мысль? Проблема? Непонятно, что это такое. Я всем только добра желаю. Вы знаете, как сказано? Сейчас скажу. А я всем Олег Геннадьевич только добра желаю. Очень интересно. Что же мордочка сморчилась? Всем только добра желаю. Согласно этой буддистской мудрости, если ты всем только добра желаешь, радость следует за тобой, как тень никогда не покидаю. Потому что в этой фразе «А я, Геннадьевич, всем только добра желаю» есть недоговоренность какая-то. Договоренность заключается в том, а они все козлы. Мне добра не желаю. вот в чем недоговоренность заключается. Это означает, что настрой неправильный, нет знания, ничего страшного, просто нет знания, как правильно справиться. В чем знание заключается? В том, что все люди, приносящие нам боль, это сотрудники нашей судьбы. они это делают не по своей воле. Вот это понятно. Есть силы, которые управляют людьми в этом мире. Одна и другая буддистская мудрость говорит о том, что нет злых людей. Одни люди способны противостоять судьбе, а другие нет. И те, которые не могут противостоять судьбе, называются злыми людьми, а те, которые могут противостоять своей судьбе, называются добрыми. А так все люди одинаково цели. Вот кто такие злые люди? Вот человека понесло, допустим, понесло, 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 а что его понесло-то собственно? А он видел девушку своей мечты, королеву красоты. У него уже трое детей. Живет у него уже трое людей, жена, вот. Четыре сыночка, лапочка, дочка, да? У него уже там четыре сыночка, лапочка, дочка, и он увидел королеву красоты. Это хорошее чувство или нет? Полюбить девушку. Ну, это же хорошее чувство, он полюбил девушку. Любовь, это же возвышенная вещь, правильно? Это влюбленность, это факт, но он-то воспринимает ее как любовь. И надо разобраться, понимаете? С одной стороны, я ждал вот этого человека всю жизнь, да? Я полюбил его, вот он, человек моей мечты, девушка моей мечты, королева красоты. я полюбил ее, да? Но с другой стороны, у меня там уже нормально накопилось родственников. Потому что когда жену берешь, одну вот такую красивую, такая хрупкая, она такая красивая, хрупкая, ты еще не знаешь, что из нее повылазит. девушку одну берешь, она такая красивая, хрупкая, небольшая, небольшая сравнительная. Вот. Но даже сначала уже когда ты с ней познакомился, оказывается, что она очень сильно привязана к маме и папе. И тебе придется с мамой и папой с ее знакомиться, чтобы ее зануждать. А мама и папа знают, что она к ним привязана, поэтому они тебя будут мучить. Уже это с самого начала уже, то есть ты девушку взял, она красивая такая, сладкая, и оказывается она с мамой и папой знакомится. А они такие сладкие уже. Я правильно говорю или нет? Правильно. Но это еще не все. В случае с королевой красоты он полюбил не девушку, а корону. Кого? Он полюбил корону. корону. Потому что если бы она не была королевницей, то как? Ну я с вами вот сейчас конечно соглашусь, но так или иначе давайте разберем этот случай, он очень важен для нашей жизни, потому что это как пример можно использовать дальше любых таких подобных событий. Смотрите, идея в чем заключается? В том, что у него очень много родственников образовалось в результате, и перед всеми есть свои обязанности. Видите, и обязанности закрывают отношения. Да есть обязанность отношения уже дальше забывается для чего-чего, что у нас есть близость, что мы любим друг друга, а просто пашешь как ушат, для того, чтобы просто все нем-нем хотят, и все. Вот тут летящей походкой, ну то есть увидел королеву красоты, конечно взгляды встретились, конечно же сразу полюбили друг друга, и дальше что? А дальше вот что? Это еще ничего не законченное, это только начало. А дальше у человека есть два варианта. Или он будет злой человек, или добрый. Когда он будет злым? Когда он пойдет и бросит своих родственников? Мы не говорим сейчас о том, что он пошел к любимой, мы не говорим об этом. Мы говорим о чем? Что он бросил родственников. Это злое поступок. Так все остались без отца. Так или нет? Когда он будет злым человеком, когда он пойдет на поводу своей судьбы, своего чувства. Судьба означает чувство. Сейчас, допустим, мы всех считаем. Это не любовь, это все фигня. Но если с нами это возникнет, то мы не будем так считать. Мы будем считать, что ты есть настоящая любовь, Олег Геннадьевич. Простите. Настоящая я. Я ее всю жизнь ждал. И вот когда человек жертвует этим чувством настоящим ради своей семьи, то этот человек будет что делать? Испытывать так, как он действует с доброй мыслью, поэтому он будет испытывать радость, будет следовать за ним, как тень, никогда не покидаем. Как это происходит, нам непонятно. Это чудо. Вроде бы кажется, что всю жизнь буду несчастным, потому что вот она, любовь моя. Любил ли кто тебя, как я. Вот. И сам как бы отказался. Она с другим, да? Уже там с неюброс. Любовь. Вот. Радость будет следовать за ним. Вот это чудо. Вот это чудо. Понять невозможно. Вот так и будет. Потому что человек сдал экзамен, радость придет. Не сдал экзамен. Кажется, что у него все хорошо, но это всего лишь кажется. Из три вида счастья. Первый, счастье в невежестве. Это сплошная иллюзия. Допустим, человек выпивает там. Человек выпивает там, гуляет и он чувствует себя счастливым, да? Он говорит, а я счастлив. Это нормально. Но внешне так не кажется. Смотришь, у него лицо такое уже синеватое стало такое. Вот. Больше на морду похоже, чем на лицо. Вот. И как-то разговаривает он уже так. Это странно очень. На счастливого человека не похож, да? Кажется, что все наоборот. Но он себя считает полностью счастливым при этом. Это называется счастье в невежестве или счастье от летящего движения вниз. Когда человек вниз летит, да? Сейчас есть такой вид спорта, делают себе ручки такие вот. это как летучие мыши натягивают ткань плотную и со скалы так и полетел. Маленькие парашютки сзади вот здесь. И вот это полетел. там планировать можно пока дома с высоты летишь, можно планировать там и вот так по-разному. Потому что скорость большая и ты летишь. Супер. Но есть проблема. Не все успевают парашютик раскрыть. И знаете почему? Потому что увлекаются полетом. Все знают на какой высоте надо парашютик раскрыть. Но кажется что я спланирую еще чуть-чуть. И потом остается только кусок теплой ткани. Кучка такая небольшая. Почему так произошло? Потому что летел вниз. Понимаете сама идея неправильная. Что это не способ испытывать счастье. Лететь вниз. Понимаете не способ. Когда человек катится по жизни это не способ испытывать счастье. Он думает промазал. Мог бы сделать так чтобы не посадили. Нет это закономерность. Посадят обязательно. Вопрос когда? Итак второй вид счастья это счастье в страсти. Когда человек не катится он не катится но и никуда не развивается. Он просто пользуется тем что есть. Вот человек одаренный будет получать благо от этой жизни. И смотрите все фильмы сейчас в основном показывают вот этот вид счастья счастья в страсти. Что я типа властелин своей судьбы. Какая идея фильма? Я как бы беру и побеждаю. Меня убить невозможно всех остальных нет проблем. судьба что это такое счастье в страсти? Это означает что я верю в свою удачу. Понимаете я верю в свою удачу. Но здесь есть одна проблема. Проблема заключается в том что удача кончается. Люди которые живут в страсти они пользуются тем что было. Что такое удача? Это просто благочесть. Люди которые в страсти живут они не молятся они жизнь свою не углубляют они просто пользуются тем что есть. Они хотят в этой жизни стать успешными. Они создают судьбу. Что такое благочестие? Благочестие это то что сделано сердцем. Если ты молился добрые дела совершал ты рождаешь новую счастливую судьбу. А если ты просто работал развивался учился и просто деньги зарабатывал ты никакую новую судьбу не создаешь ты пользуешься тем что есть только и все и поэтому этот успех людей страсти он всегда имеет стадии первая стадия мы рожденные чтоб сказку сделать пылью то есть стадия оптимизма то есть идем вперед вторая стадия тяжело трудно жить становится паша третья стадия надлом четвертая стадия разочарование пятая стадия разруха ведь страсть это то что должно привести или к плакости или к невежеству если человек живя в страсти вот такой жизнью там трудовой как он говорит и начинает интересоваться душой то есть самим собой то неизбежно придет разруха в его жизни хоть он миллионер мультимиллионер какой угодно потому что хоть ты какой миллионер но у тебя если нет светлых отношений с близкими твоя жизнь просто попусту пустую протекает и все мне как-то один миллионер мультимиллионер пригласил а может и леодель проконсультировать его но не буду как говорить кто идея в том что строят очень и очень большие дома такие которые нам объяснили такие москведы ну не важно и так этот человек пригласил меня проконсультировать себя когда я пришел к нему там может быть в этой высотке своей один этаж занимал там охрана была и все прочее я когда с ним встретился сел ну такой смотрит да что можешь и я говорю я могу лечить он лечит лечит не могу наша беседа недолго длилась я ему рассказал свои представления о жизни позевал немножко но в это время я увидел его жену увидел его сына и увидел что между ними нет отношения они как чужие люди ходят там вот такие чужие замученные люди замученные жизнью люди я увидел я увидел в глазах этого человека спеси много спесей много понтов так по-русски сказать но настоящего счастья радости совершенной от всего этого времени почему я такой пример привожу потому что куда еще больше если человек обладает таким богатством и при этом он имеет вот такую личную жизнь какие отношения то куда нам дальше все бессмысленно в этом направлении все бессмысленно дальше можно по этому примеру уже сделать вывод нет отношений нет жизни жизнь протекает в сердце она не протекает просто в наличии больших количеств зданий я когда выходил оттуда то секретарша подошла ко мне и говорит сколько стоит ваша консультация я говорю я за консультацию деньги не беру закармливался пошел ну вот дурак можно было бы взять там нельзя сумасшедший итак дальше смотрите рассказан секрет несчастной жизни внимательно слушайте он обидел меня он восторжествовал надо мной он прорвотил меня он оскорбил меня в сердце которое встревожено такими мыслями никогда не угасает страдания и ненависть видите судьба издевается над нами она берет и дает нам подчетчик для чего для того чтобы мы ненависть дальше культивируем сдвились цель какая для того чтобы мы стали лучше для того чтобы мы с помощью молитвы отношений со святостью научились прощать и тогда радость совершенная приходит в нашу жизнь на более высоком уровне уже для чего может судьба так сделать чтобы перевести нас на более высокий уровень а не для того чтобы мы несчастными всю жизнь оставались ибо ненавистью побеждается исходящее из ненависти оно угошается любовью такой вечный закон а так как мы нищие в любви мы нищие в любви у нас нет любви мы пользуемся ей мы хотим себе любви поэтому отношения что такое отношения отношения это сила которая передает судьбу вот допустим я с кем близки отношения строю такая у меня жизнь потом формируется в моем сердце понимаете то есть отношения меняют судьбу человека отношения близкие когда мы отношения со святостью строим в своем сердце только тогда мы можем с любовью относиться ко всем кто нас окружает потому что любовь это не то что само собой в нас живет любовь это сила исходящая от Бога мы нуждаемся в любви мы не источник любви когда человек со святым человеком со святостью строят отношения любовь поцаряется в его сердце и он может ее давать дарить любовь и из любви исходит понимание людей вхождение в их ситуацию почему мы не входим в ситуацию других людей потому что не хватает силы тяжело и так со своей ты не справишься ситуацию еще чувство боль других доброта это что такое чувство боль других почему у нас нет сострадания сострадания потому что не хватает сил любви мы нищие только по одной причине что мы не уделяем слишком большого важного значения отношений с чистотой в этом мире большинство людей вообще считает что ее нет большинство людей считает что вообще нет святых людей вон сейчас возьми в интернет зайти обо всех можно все узнать и что же вы узнаете обо всех и все в испражнении просто ковыряетесь и все в испражнении потому что у каждого человека же есть чистое и светлое нет мы хотим концентрировать чего-то другое хотим понюхать г ну что непереваренную судьбу что-то у человека есть непереваренную что-то пытался правильно раз у него что-то не получилось непереваренное так не в это это же не это же главное в человеке вот смотрите у человека есть выбор или я копаюсь в испражнениях людей и не вижу святости или я ищу святости в людях и тогда побеждаю и свои страдания и даже могу помочь этому человеку потому что между людьми есть только два типа правильных отношений первый тип отношений я получаю чистоту от кого-то второй тип отношений правильных я отдаю чистоту кому-то если допустим видите что вы кому-то ну от кого-то не можете чистоту получить тогда отдайте какие проблемы отдать чистоту не означает видеть в нем плохое понимаете поэтому критический настрой или попытка узнать что-то плохое в человеке это как раз и есть та сила которая полностью разрушает судьбу нам не должно быть интересно ничего плохого другому это не помогает не можешь с человеком строить отношения не строить в сердце своем любви внешне не строить не нужно близкие отношения строить с тем кого ты не перевариваешь но есть близкие отношения супружеские отношения их никогда не нужно разрушать не можешь близкие отношения с супругом строить это нормально почему я не могу близкие отношения с супругом строить потому что такой уровень моего развития есть три уровня развития личности слушайте меня внимательно все люди которые живут на этой земле все без исключения которые не занимаются духовной практикой не имеют вообще никаких отношений друг с другом потому что отношения можно только строить борьбе, понимаете, отношения — это то, что это из труда исходит, а не просто из того, что мне повезло. Это только из труда исходит. И так те, которые не занимаются духовой практикой, нет отношений. Они просто делают вид, что у них есть отношения к Богу. Наслаждайтесь. Наслаждайтесь. Как вас? То есть мы балдеем, наслаждаемся. Но это всё временно. Почему? Потому что при этом времени люди страдают. Те люди, которые скрывают свою судьбу или становятся счастливыми. Три типа таких людей есть. Первый тип — это люди, которые встали на путь борьбы со своей судьбой. Эти люди могут строить отношения только со самыми возвышенными людьми в своём сердце, потому что со всеми остальными у них не хватает силы. Они только выбирают себе какой-то внутренний идеал для того, чтобы следовать за ним, и могут только с ним строить такие отношения. А больше ни на кого не хватает силы. Потому что негатив преобладает, побеждает во всём негативе. Второй тип людей — это те, которые могут со старшими духовно строить отношения. Этот спектр уже очень широкий, старших становится для них. Не один старший, а много старших. И на этом уровне, вот это на втором человек, также побеждает в себе нелюбовь к другим верам. Она всегда живёт где-то в сердце, но на этом уровне человек уже побеждает. Он уже видит, что есть чистота везде, где присутствует вера. И дальше на этом уровне человек может уже строить отношения с равными, глубокими. И даёт знания младшим. То есть начинает уже счастье своё передавать другим на этом уровне. И есть ещё третий уровень развития Личности. И вот этот третий уровень называется святостью. На этом уровне человек всем может передавать своё счастье. И тем, кто стремится к духовному. Потому что на втором человек находится всё равно в рамках тех людей, которые стремятся к духовному. Он не может строить отношения с теми, кто не хочет работать над собой. Он просто желает счастья, но держится от них чуть-чуть на расстоянии. Не строит с ними близкие отношения. А вот на третьем уровне человек всем может давать уже любовь. Без исключения и не только людям, а также и другим живым существам. Понимаете, да? Поэтому, если у вас нет отношений с вашим мужем или детьми, это ничего особенного в этом мире. Это то же самое, что у всех остальных. Просто одни люди делают вид, что у них есть отношения, а другие это не скрывают. Это всё. Отношения начинаются тогда, когда мы способны энергию любви от Бога взять через чистоту, через веру в чистоту. Когда мы перестаём критиковать старших или думать о людних недостатках, и начинаем только не таро, но это чистоту культивировать в отношениях с ними. Ведь когда человек наполняется этой силой чистоты внутренней, тогда только он сможет её начинать строить близких отношений с своими родственниками, детьми, и тогда только начинается воспитание, по сути, для этого нет никакого воспитания. Я отвечу на ваши вопросы завтра. Завтра в начале лекции будут ответы на вопросы. Хорошо? Часть лекции будем отвечать на вопросы, потом продолжаем. Вот по этой книге. Вам понравилась беседа вот эта книга? Интересно? Спасибо вам. Пожалуйста, выходите. Сейчас они будут играть и тихонечко петь, а мы будем с вами подать музыку, потому что они добрые чувства выражают. Это очень важно. Мы будем подать музыку сейчас сидеть, и у нас будет такая прапорка духовная. Если кто-то торопится, надо, конечно, лежать уже. Ну, простите, что вот так получилось. Посмотрите, настоящая возможность понять, что это молитва, она приходит только, когда очень много людей собираются вместе. Потому что сила вот этого позитива, она увеличивается многократно. Поэтому для меня вот такие собрания, когда мы вместе с вами собираемся, для меня это очень-очень необычное время. я испытываю очень сильную благодарность судьбы, когда судьба дает такую возможность вместе сейчас нам с вами позаниматься вот этой практикой. Практика будет очень простая. Мы не будем читать никакие молитвы конкретные. Мы будем просто повторять «Я желаю всем счастья». Почему так? Потому что цель всей любой молитвы — это дарить людям радость. Это мы будем просто говорить о цели, говорить о цели с вами. Но цель нашего собрания сейчас — как меняется моя жизнь в процессе вот этой деятельности. Сейчас мы не будем думать о своей жизни, мы будем думать о других людях. Будем кланяться мысленно святому человеку. Субтитры создавал DimaTorzok